Привет, друзья! Плод с древа познания. Про меня тут я слышал говорят кое-кто, что я крутой специалист по страхам. Ну, вернее, как снимать страх и паники. Не верьте. Это не совсем так. Потому что я самый крутой специалист. Вот у меня книга вышла. Метод ключ от комнаты страха. Я сейчас как раз-таки несколько лет мы там решаем вопрос, какие группы сделать, закрытые тоже. Одну ли закрытую сделать или две еще закрытую сделать, потому что все смешалось. Люди, которые хотят развиваться, развивать творческие процессуспособности, изобретательское мышление. И люди, которые испытывают паники, хотят научиться от них избавляться. Все смешалось. И когда мы проводим ликбезы, туда тоже идти и другие. Ну, все, конечно, должны получить каждое то, что он хочет. Как говорится, по заслугам. Но у него это все есть, просто он не знает, как. Поэтому древо познания добра и зла. Я вам потом буду рассказывать, в чем суть этой большой метафоры. Ну, потом, потом, не сейчас. А сейчас о этих группах. Вот книга моя называется «Метод-ключ» от комнаты страха твоего мозга. Хотя изначально я ее задумывал, и мы пару лет все вместе обсуждали название «От страха к свободе». Это круто, круто. Ну, так вот, видите, получилось, потому что издательство остальное стояло, чтобы у них были свои взгляды. Я же не издательство, понимаете, я писатель. Может, когда-нибудь оно будет называться «От страха к свободе». А все остальное будет. А там, ну, главное, что они сохранили научились стресс работать на тебя. Правильно. Потому что там впервые в мире под пониманием управления стрессом используются новые парадигмы. Не управление стрессом, как снижение стресса, потому что стресс снизить можно чем угодно. А именно использование энергии стресса. Вот эта новизна, это то новое, то самое главное, ключевое, использование энергии напряжения стресса на решение вашей собственной задачи проблем. Те, которые вы в обычных условиях решить не можете. А вы этот ресурс мощнейший, который у вас включился, стресс какой-то взяли в свои руки и использовали как помощника. И на его волне взлетели. Решили те вопросы, которые раньше для вас были недоступными. Итак, примерочная. Давайте назовем это так. Вот это галстук исходный, исходный, а это будет первый. Первый. Почему я устроил примерочную, что всем прямо втесалось в память, что метод ключ основан на подборе приемов путем перебора. Этого тоже в мире не было, потому что там было так. Делай так. И если у тебя не получается, повторяй, пока не получится. Там йога так устроена, цигун так устроена, все методы мира так устроены. Пошаговая система. А здесь принцип сетка. То есть, перебирай приемы. Подбирай по критерию минимального усилия, по критерию минимальных энергозатрат, по критерию скорости автоматизации действий. Ну, там все в книге есть, все в книге есть. И на нашем курсе есть все. На ролике смотрите. Хасай Олег мне этот ключ. И на сайтах смотрите Стрессу и Хасайру. Два сайта у нас. Значит, это будет исходное. Посмотрите, какой красавец. Это будет первый. Это будет первый. Так. Теперь, это будет второй. Ну, как может быть, эта штучка мешает. Мы ее туда задвинем. Второй. Так. Запоминайте, это же мы одновременно память тренируем. Второй. Третий. И я, походу, кое-что скажу. Кое-кого уже избавлю от страхов и паника, потому что я скажу то, чего он раньше не знал. Так. Третий. Ну, вот сейчас еще осталось. Два. Четвертый. Так. И походу я вам в следующем ролике буду рассказывать, как устроен механизм мозга. Так. Посмотрели, да? И последний. Так. Их хватит на сегодня. В следующий раз другие будем мерять. Значит, принцип подбора путем перебора, то, что отличает метод ключ от всех других методов мире. И поэтому он позволяет не трудиться годами и не знаешь, когда это кончится, и когда ты достигнешь той нирваны, или самадхи, там, или сатарь, или что-то. А тут сразу разберешь, перебираешь варианты. Совпало, как рубашка в магазине легался. Вот чтобы вы запомнили, я устроил эту примерочную. А сам процесс перебора, я еще раз хочу сказать, это вторая парадигма. Сам процесс подбора путем перебора развивает творчество мышления. Превращает человека из обычного человека в развитую личность. Да. И учит побеждать страх, потому что человек становится личностью, побеждает страх и помогает ему в этом любовь. Поэтому группу, как мы назовем закрытую, одну, одну назовем, допустим, клуб он будет, и другая группа, будет клуб. Одну группу назовем, там мы будем всех тех, которые хотят избавиться от страхов и которые хотят справиться с какими-то навязчивостями и которые хотят лучше спать по ночам или которые готовятся на старые ванни и боятся или экзаменов боятся, ну все, что связано со страхом. В какой-то книге «Метод ключ от комнаты страха». Ну вот мы эту группу назовем. Да. Давайте придумаем название. Во-первых, мне комменты напишите, какой из этих галстуков к этому облику больше подходит. Так. Второе. Как группу назовем? Клуб это будет? Или просто будет группа там и назовем? страху нет там, допустим. Или смелость, храбрость там. Ну, как хотите. Напишите, пожалуйста, комменты. Тут же много творческих людей в нашей школе, чьих будущего. Хомо-футурс. Ух-ху-ху. Так. И вторую группу, например, мы возьмем. Не для тех, кто там восстанавливается, реабилитируется, избавляется от фобии и психосоматики, а для дальнейшего действия. Вот эти люди будут самосовершенствоваться, саморазвитие, развивать творческие качества и способности, открывать свой творческий потенциал, включать свои ресурсы, решать те задачи, которые раньше решить не мог. Это будет им помогать, эта группа. Ну, давайте, подумайте, пишите комменты. Может быть, я слишком неопределенно сказал. Ну, что, подумайте. То есть, две группы будем делать. Две группы. Ну, и основное, конечно, как я веду, всегда школа, человек больше, хомо-футурс. Это незыблемо. Потому что у меня сейчас несколько раз предлагают во всякие академии подключаться, чтобы я стал еще раз академиком каким-то, еще и так далее, и так далее. В общем, я сказал, школу трогать нельзя. Она уникальная, она у нас самобытная, у нее свои традиции, ей много лет, и у нас уникальная в мире школа. международная. Не только в этом дело. А дело в том, что мы совместно развиваем науку человечности. Да. Из-за отсутствия которой ни религия, ни искусство, ни классическая литература не спасла человека от пандемии. А сейчас мы сделаем, чтобы была защита. Да. Друзья. Итак, до встречи, потому что я буду рассказать интересные вещи сейчас в следующем ролике. Вы будете просто потрясены. Записывайтесь на канал, кто не записан. Будете просто потрясены. Да. И, конечно, я вам расскажу все-таки, почему у человека бывает паники. С чего я начал. Что я самый крутой специалист. И вы убедитесь в этом. До встречи. До встречи.